привет ребята ну вот мы с вами и дошли наконец до этого урока сегодня мы будем говорить о композиции композиционных приемах об эпиграфе антитезе в общем урок будет очень крутой также мы с вами сегодня поговорим о лирическом отступление это очень важно приведем пример из евгения и разберемся в том что же такое конфликт собственно с этого мы и начнем композиция композиция у нас с вами как я и сказала это части мозаики то есть если мы с вами захотим сейчас сесть и собрать на мозаику обычную мозаику пазлы то мы будем с вами брать какие-то деталечки да мы будем складывать эти деталечки вместе скреплять их и у нас с вами в конце получится какая-то картинка собственной картинкой и представляет собой сюжет то что происходит на этой картине не знаю там может быть собачка бежит за котиком или котик бежит за собачкой хотя первое вероятнее далее мы с вами эти части когда соединяем мы знаем что вот здесь состыкуется вот здесь состыкуется а вот здесь не состыкуется потому что но это нелогично она просто не склеивается что это значит почему такие странные примеры чуксом собираем пазла на литературе дело в том что композиция в литературе примерно это и обозначает композиция сюжета представляет собой части произведения что она себя включает ну конечно композиция включает себя во-первых сюжет то есть это более общее понятие она шире чем сюжет в композицию входят не только в сюжет в композицию может входить еще и центральные персонажи второстепенные персонажи может быть это манера повествования от первого лица ведется повествование от третьего лица ведется повествование или может быть герой какой-то сам ведет это повествование а вдруг это эпистолярный жанр а вдруг это вообще дневники какие-то речевые особенности несюжетные элементы то есть лирические отступления, авторские отступления, вы скажете, боже мой, почему так много? Да, но всё это составляет часть композиции. Сюжет, понятие уже, сюжет входит в композицию, композиция шире, туда входит не только сюжет, но вопрос, если композиция это скелет всего произведения, да, а это именно скелет, и здесь мы вот на этом скелетике видим, где там сердечко, где там у нас, я не знаю, желудочек, а где самое главное мозг, где же эта кульминация, вот мы с вами переходим к стадиям развития. Как развивается всё произведение, какие у нас есть стадии развития, собственно, об этом мы тоже с вами скажем, но только чуть-чуть попозже, потому что стадии развития любого сюжета включает в себя тоже дополнительные термины, и к ним мы перейдём чуть-чуть попозже. Что ещё тогда входит в композицию? Не будем от композиции далеко уходить. Эпиграф, конечно, не во всех произведениях есть эпиграфы, но там, где они есть, вообще требует вашего внимания, потому что в эпиграфе заложена какая-то определённая авторская мысль. Например, капитанская дочка, береги чай смолд, да, не случайно об этом говорила. Это такое важное для понимания идеи краткое изречение перед началом текста. Это может быть цитата, это может быть какая-то пословица, поговорка, это может быть любое выражение, но очень важно, обязательно эпиграф перекликается с основной идеей, да, с идеей произведения. Антитеза. Антитеза встречается почти везде, в любом практически произведении, потому что мы любим очень противопоставлять. Чёрный-белый, день-ночь. Почему? Ну, потому что на контрастах у нас всё строится. Да, антитезу ещё называют контрастом, но в ЕГЭ по литературе, когда спрашивают про противопоставление, мы с вами напишем именно антитеза, не контраст. Вот так вот в ЕГЭ заведено. Конфликт. Конфликт — это острые противоречия, это столкновение героев. Почему герои сталкиваются? Ну, может быть, они не разделяют мнение друг друга. Здесь очень важно. Конфликт может быть между главными героями. Конфликт может быть между главным героем и второстепенными персонажами. Конфликт может быть между героем и обществом, например, в романтизме. И конфликт может быть внутренним, то есть когда герой спорит с самим собой. Да, практически во всех реалистических произведениях мы видим, как развивается как раз-таки вот этот вот внутренний конфликт. Например, Например, у Раскольникова это есть, а герой вступает в противоречие с самим собой, в нём борется добро и зло. И маленький вам лайфхак сейчас, как не путать эти два термина, антитеза и конфликта, их очень часто путают, хотя это вообще-то разные вещи, да, антитеза это противопоставление, вот именно противопоставление, а конфликт это столкновение. То есть, когда противопоставлено, не обязательно столкнули, но когда столкнули, точно противопоставили. Ещё раз, когда у вас в части Б спрашивают противопоставление, то вы пишете антитеза, а когда спрашивают столкновение взглядов людей и так далее, то это точно конфликт. Мы с вами на практике обязательно это отработаем. Лирическое отступление, как я и говорила, это внесюжетный элемент, но это тоже часть композиции. Что здесь у нас есть? Это любое внесюжетное повествование, которое отражает авторскую позицию на любую тему. То есть, автор захотел поразмышлять о ножках в Евгении Онегине, всё, он отвлёкся от сюжета, он вспоминает женские ножки в России, какие они замечательные. Или, например, Гоголь хочет отвлечься от Чичикова, он размышляет об истинном писательстве и ложном. То есть, какое же оно истинное творчество, какой он счастливый писатель и несчастный писатель. Вот, это у нас, собственно, и есть лирическое отступление. Вы скажете, а зачем вообще включать в произведение эти лирические отступления? Они же вроде бы как-то не согласуются с основным сюжетом. Неправда. Дело в том, что лирические отступления позволяют автору поразмышлять на какие-то сопутствующие сюжету темы. Итак, мы с вами поговорим о лирических отступлениях в романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегина. И сейчас мы с вами открываем первую главу. Значит, обратите внимание, уже в первой главе мы с вами видим, появляется образ автора. Нет, это не образ Пушкина, а именно образ автора, который очень часто пускается в какие-то лирические и авторские отступления. Итак, значит, в строфах у нас, например, 25-29 автор повествует, что он живет в такой же эпохе, что и Онегин. То есть, он допускает возможность, да, он говорит, что они даже знакомы. С ним подружился я в то время. Далее, он испытывает к нему теплые чувства. Мне нравились его черты. Опять же, смотрите, вот этот уход от основного, да, сюжета и есть отступление. И в отступлениях что мы с вами видим? Выражение авторской позиции. То есть, да, мы с вами на прошлом уроке говорили об этом. Александр Сергеевич также в лирических отступлениях сообщает, что недуг скуки и разочарованности в свете есть как у самого него, так и у Онегина. То есть, этот образ автора понимает Онегина. Да, автор понимает Онегина. И принимает его, вот это вот несогласие с тем, какое оно общество. Томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Переходим далее. Далее, также мы видим, автор с особым вниманием относится к портрету героя. Он описывает все грани его мировосприятия в деталях. Что мы с вами здесь видим? В своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Мечта, невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Или вот, например, Евгений тяж бы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им, большой потеря в том невиде, или предузнав издалека кончину дяди-старика. То есть, мы с вами видим, что в лирических отступлениях автор как бы отходит от сюжета, но вот эти дополнительные размышления его, да, они все равно помогают нам понять авторскую позицию в отношении какого-то героя, событий и так далее. Итак, также стоит отметить, да, мы видим, что этот автор отмечает, что его мироощущение, несмотря на все же вот это сходство с Онегинским, отлично от мироощущения Евгения. Потому что писатель был рожден для деревенской тишины и предан душой, он все-таки природе. А что у нас с Онегиным? А мы видим, что Онегин нигде не счастлив. Точнее, везде не счастлив. И в городе, и в деревне он не может найти себе пристанище. В конце первой главы идет рассуждение о процессе творчества. Это вообще тоже отдельное лирическое отступление. О подсознательном стремлении воплотить желаемый образ. Вообще, там очень много лирических отступлений, есть даже лирическое отступление, посвященное тому, а как же писался этот роман. То есть вот так вот и родился роман в стихах Евгения Олегина. Итак, мы с вами сегодня поговорили о том, что такое композиция, что такое эпиграф, антитеза, лирическое отступление и конфликт. В следующий раз мы с вами обязательно разберем, что такое автор-повествователь, для чего он нужен и чем он отличается от обычного героя, кто такой автор в целом и образ автора, персонаж, характер, тип, лирический герой, чем он отличается от обычного героя, система образов, портрет, интерьер, пейзаж, говорящая фамилия и ремарка. Да, это все термины, которые мы с вами активно используем в 12-м сочинении, иначе невозможно набрать баллы на использование терминов. Всем большое спасибо за внимание, с любовью к литературе, пока-пока!